Так, новое путешествие начинается. Отметочка 8122,5 на старте. Удачи! Вот так вот, сит happens. Только вы ехали и врубили колесо. По дороге в Чанг Тао, на кордоні двух провинций, може запинеться и просить окрова. Перед нами автомобили просили, а у нас – нет, хотя они у нас уже есть. Негде... офигеть мы под фангом на рынке мы тут вообще одни иностранцы на весь местный рынок прикольное ощущение никто вообще не понимает английский абсолютно цены намного ниже и нету ничего рассчитано на туристов естественно столько всего не знаю что купить зверните увагу как ведется сельское господарство в Таиланде это цибулька высадена все аккуратно классная подача води до всех рядок есть струмочек который тянется от речки и распределяется водичка тут у нас кладочка это чесник специально для бабушки и дедушки показывали в хак накритий соломою все головки чесник смачный мы вчера куштували и на каждую дылянку есть дом как мы спали в таком таких тут много и на каждой дылянке свой дом чтобы рабочие могли от спекотного солнца ховаться кругом горы а эта рожевая будивля это местная школа там даже дитячий смех какие-то крики очень интересная территория тим что тут скрежь горы а по центру таки великие поля мы все начали шутко збираться потому что начали з'яжаться люди и поделиться яка гуманность и благородность приехал в шайном мужчина на величезней величезней билей гарней тачці выгрузил у таких три ведра тут плавает глиба льоду и бидонность с питной водой и черпатьок очень милый тобто люди соби пораются и в них завжди есть холодная вода а это люди сервис это я понимаю я понимаю как по мне и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Ми приїхали на пам'ятку Затом Чеді на горі по дорозі до селища Мі Сонг, куди ми збираємся. Ця точка знаходиться буквально за 4-5 км від М'янми. Тобто ми на кордоні, ще 5 км позаду мене Тайланд, а потім починається М'янма. Неперевершений вигляд. А тут якась кафешка. Народ активно їсть. А не, вже поїли. Ця точка. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Стоит стаканчик и водичка для питья Возле Большого Будды Очень кстати Тигр с обрубанным хвостом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы добрались в Майя Солонг Чудесный горный край И сейчас провожаем закатик На камушке с горелочкой Ужин на подходе Субтитры подогнал «Симон» 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 В Майя Солонге мы очень хотели попробовать Салат с чайными листами И вот Александра расскажет Как первое впечатление Как это есть чай Здравствуйте В нашей передаче сегодня Поедание чайных листьев свежими Очень странный вкус Горький Короче Не прикольно Вообще Но тут есть орешки Всякие наполнители Моя очередь Интересно Чай вкусный Идем к чайникам Это знаменитые исторические чайники Чайного края Это знаменитые исторические чайники Это знаменитые Привет Я впервые в жизни внутри чайника Тут эхо Это большой-большой чайник Я внутри него На двери все закрыты Заколочены Я залезу через окно Стас меня подсадит Тут видимо что-то раньше было Сейчас только мусор А вот носик Чайниковский С большим иероглифом Ну все Я полезна Я властелин Чайо Я властелин Ну вот мы и покидаем Маленький горный городочек На севере Саиланда Чайные плантации С поливалочками Это не другая система В Индии совершенно по-другому Веселанг Очень симпатичная горная деревушка Мы советуем путешественникам там побывать Можно отбедать вкусного чая Даже салат чая поесть Вот Единственное Будьте осторожны на дорогах Очень все в серпантинах Склоны, подъемы Если очень маленький стаж вождения Допустим на байке То лучше не рискуйте Потому что реально очень тяжело Ну а так Сам полюбуйтесь Какая здесь красота Мы до дороги нашли Какие-то суровые китайские карусели Стас пытается разобраться с одной из них Или это мельница Или это надо садиться А это садятся детки наверное И их вот так вот швыряют в стороны А вот конструкция какая-то огромная просто Ну как? Какое удовольствие получаешь от качели Ахаха Охахаха Уб megай Друзья, посмотрите, какие обалденные дороги в Таиланде. Вот буквально новенькая дорога, причем что мы высоко в горах, между каких-то сел. Хвилинка натураліста, ось як ростуть ананаси. Ми проїжджали просто цілу плантацію, ананасики, клааас. Сейчас подойду ближе до какого-то. Бачите, він малесенький ще, ось так він там тримається знизу, так виглядає. Прикольно. Ой, вам все такі пусті-мусті. Побачивши таку кількість ананасів, просто на відстані витянуті руки, ледь не взяла гріх на душу і не стирила один. Але поруч сиділи тайці і продавали ананаси по 5 бат штучка. Навіть дешевше, ніж в Індії. Одна штука, ось такі 4 гривні. Круто, їдемо їсти. Рисові плантації, ястрава салатового кольору. Снарядів, снарядів, зараз привіт з Таїландських гір.